А глава республики Михаил Игнатьев подписал указ о присвоении звания почетный гражданин Чувашии. Им стал герой России генерал-лейтенант авиации Николай Гаврилов. Государственные награды сегодня вручали и в Доме правительства. О героях этой церемонии сюжет моего коллеги Дмитрия Ковалева. По традиции это происходит каждый год в зале Дома правительства. Чувствуют лучших из лучших. Торжественная церемония началась только что. Сейчас в зале звучит гимн Чувашской республики. Сегодня виновниками торжества стали 35 человек. Им вручат медали, почетные грамоты и даже ордена. Нынешняя церемония объединила вместе людей совершенно разных профессий. В этот раз в одном зале под куполом Дома правительства встретили заместителя министров и руководитель крупного завода, врачи боксарской больницы и доярка сельхозкооператива. Хотя о своем статусе и регалиях здесь поминать не принято. Все о ней, отметил свои речи глава региона, являются ярким примером для других. Ведь именно благодаря им республика улучшает свои экономические показатели. А это дорогого стоит. Но вы на самом деле своим трудом доказываете и показываете, как нужно трудиться. Трудиться эффективно, трудиться с любовью к своей малой родине. Указы о присуждении 10 из 35 наград были подписаны президентом страны. Руководитель сельхозкооператива Канажского района сегодня получил звание заслуженного работника России. Его хозяйство уже давно вышло на передовые рубежи. 140 человек у нас работают в среднем, заняты работают, развитые животного водства. В прошлом году ферму сдали высокого класса, уровня механизации на 200 голов. Так что вот доярка получила у нас сейчас тоже, как и я, сосудного работника сельского района России. Это зря не дают за показатели. Его заслуги перед республикой тоже оценили высоко. Военному комиссару Александру Макрушину вручили почетный орден. Причем он сегодня стал сороковым по счету обладателем этой награды. Глава региона отметил особо его личное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи. Хотя сам полковник называет свой орден заслугой всего коллектива. Военкомат республики своим плодотворным, героическим, можно сказать, трудом мы стараемся, чтобы и военно-патриотическая работа в республике, и все, что касается вопросов мобилизации, вопросов призыва, чтобы мы, как в прошлом году завоевали в России первое место на таком же уровне, чтобы этот уровень не понижался. Лауреатами государственной премии в области литературы и искусства стали художники. Их труды на церемонии смогли воочию оценить и все гости. Обереги, серьги, колье с национальными узорами и даже клинок Амазонки. Им удалось воссоздать коллекцию уникальных украшений древних чуваш. Авторы признаются, что была проделана огромная работа. Любое народное искусство сделать, не зная корней, невозможно. Мы изучили историю с 7 века, начиная, откуда сувары пошли, откуда они как булгарами стали, как чувашами стали. Каждая из 35 наград – результат кропотливого труда. Все те, кто получил сегодня почетные звания, медали и ордена, пообещали трудиться и дальше, на благо Родины и каждого ее жителя. Дмитрий Ковалев и Николай Яковлев. Республика.